добрый день уважаемые подписчики сегодня у меня автомобиль mazda 3 2006 года выпуска двигатель 1.6 коробка автомат передний привод пробег на автомобиле 190 тысяч километров заменю на нем приводной ремень и два ролика на натяжном механизме и опорный ролик верхний ролик опорный болтается гуляет и сейчас открою капот постараюсь показать его потому что он находится под кронштейном заведу автомобиль вот такое вымерение вот тот ролик гуляет даже видно как по нему вот сюда хорошо видно вот где шпилька я поднимаю автомобиль снизу и заменим вот снизу удобно подобраться здесь открутил два болта вот такой пыльничек пластиковый весел уже не стал показывать ничего нету никакой защиты машина уже повидалась много чего вот натяжитель у нас вот ролик который мы заменим на натяжители и вот ролик верхний который гуляет все это можно сделать снизу сверху ничего разбирать даже и не нужно запоминаем как у нас раскинут ремень что потом но не мучиться при его установка как правило бывает посмотрел а да все понятно раз ремень скинул потом начинаешь его крутить думаешь откуда столько лишнего ремня либо не хватает ремня на улице дождик разошелся берем ключик на 14 и помогаем помогаем сейчас наверно как-то надо монтажкой подлезть еще монтажкой помочь его хотя с другой стороны все должно делаться и ключом я думаю что ролик придется наверно снять и смазать какие-то он звуки издает в пружинном механизме вот эти скрижущие все неприятные вот так вот сделал через ремешок натянул ремешок и зафиксировал ролик все время я скинул ремень уже высох нормальный генератор маленько шумит ролик шуркает этот ролик вообще не крутится он внутри перекатывается хрустает откручиваем болт здесь резьба обычная загонял автомобиль на тормозах хруст такой стоит как будто электричка останавливается посмотрел посмотрел диски стоят новые колодки стоят новые не знаю какого качества там колодка но хрустит очень страшно сейчас сделаю пройдемся еще посмотрим вокруг что автомобиля и как да все вот он ролик который издавал основной шум и хруст ну и как я и говорил я сниму сам натяжитель и помою откручиваем вот этих два балкана 14 это вот 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 Все, снял сам механизм. Он не перекошенный, ничего, его просто нужно залить смазкой. Сейчас его через отверстие вот это забрызгаю в пружину. Ну и также откручиваем, там гайка на 17 на верхнем ролике. Гайка на 17 на верхнем ролике. Гайка на 17 на верхнем ролике. Вот по втулке по внутренней видно. Беру новый ролик фирмы Гейтс Т-36418. Это у нас как раз должен быть верхний ролик. Да, совершенно верно. Смажу резьбу. Брызгаю на палец. И пальцем уже резьбу смазу. Откручивалась в угол. Устанавливаю ролик. Там направляющая пулька. Устанавливаю шайбу. И наживляю гайку. Закручиваю. 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 Ролик затянул. Закручиваю. Цель выкладываю. Прям набрызгаю. Дышь расчумился, не на шутку. Берем второй ролик, второй ролик у нас будет фирмы GMB, GTA0490. Ну и все. Видно, что стал спокойненько у нас ходить. Здесь в трубку упирается, я сейчас возьму накидной ключ, но он стал мягко ходить. Я его могу теперь этим же ключом и натянуть. Беру новый ремешок. Ремешок будет фирмы Avantage 6PK2010. Раскидываю ремешок. Накидываем его на гидроусилитель. Так, ну вроде бы так стоял. А теперь натягиваем натяжитель. Раскидываю ремешок. Вот так я одел. Перепроверяем его, чтобы он у нас на всех шкивах стоял по ручейкам. Да, у нас везде он стоит по ручейкам. Ну а теперь можно опустить и завести, послушать как он будет работать. Опустил автомобиль, завожу и послушаем как он работает. Рокота и цикотания с роликов нет. Ремень на ролике не гуляет и ролик новый не гуляет. Ходит ровно. На этом все. Замену приводного ремня и двух роликов я закончил. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова